приветствую всех товарищи строители советских республик я решил сделать еще один маленький малюсенький эксперимент да у нас одно поле один трактор один комбайн и у меня не закупились я не включил в автозакупку удобрения просто интересует все время один такой замечательный вопрос на что влияет уровень плодородности и уровень питательных веществ на скорость созревания урожая или на конечный результат также на количество созревшего урожая и поэтому я как раз хочу сейчас сравнить один разочек запуститься без удобрений посмотреть какой будет результат и следующий раз я хочу уже поставить удобрение в автозакупку и посмотреть какой будет конечный результат с удобрениями ну и в общем то наверное встретимся с вами когда уже будет все готово когда уже урожай будет убран ролик получится достаточно наверное коротеньким потому как весь этот процесс езды тракторов туда-сюда не буду я записывать встретимся осенью когда зима будет близко подходит концу посевная как у нас осталось совсем немножечко мы можем заметить на 15 марта у нас уровень питательных веществ 17 процентов и плодородность 57 82 пока у нас плодородность и уровень питательных веществ не снижаются посмотрим что произойдет когда поле будет засеяно естественно что наш трактор больше ничего делать не будет он поедет простаивать так 97 процентов засеяно все трактор закончил посевные урожай пока еще на гости не начал почему вот все пошел рост урожая 57 82 плодородность 17 процентов пока так и есть уровень питательных веществ и неинтересно какой ход роста урожая будет хотя бы 25 25 30 марта так смотрите у нас уровень питательных веществ понизился на 1 процент так 25 марта 5 процентов хода роста урожая уровень питательных веществ понизился еще на 1 процент плодородность пока никак не изменилась это получается на два с половиной три процента хода роста урожая у нас падает уровень питательных веществ на 1 процент так и у нас 30 марта хода роста урожая 9 процентов текущий уровень питательных веществ 14 процентов ну и мы на время покинем нашу игрушку вернемся уже собственно говоря когда там давайте так когда урожай будет собран вот смотрите 31 марта еще повысился ход роста урожая ну как я его на два с половиной три процента хода роста урожая падает один процент питательных веществ а плодородность не меняется пока ну вот у нас кстати с праздником у нас 1 мая учащиеся труженики и работники интеллигентского труда вышли на первомайскую демонстрацию чтобы потом либо встретиться со своими детьми где-нибудь в парке в договоренном месте пойти в кафешечку и хотя 1 мая у нас как всегда было прохладно и шли дожди ну все равно можно было с родителями дерябнуть мороженка ну либо же родители мужчины отправлялись со своими коллегами по работе тяпнуть пилка или чего-нибудь покрепче вот ну а потом дома домашних условиях с родственниками встретят этот замечательный праздник солидарности трудящихся ну как видим у нас на момент 1 мая значительно упала уровень питательных веществ да чуть 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 повспоминал 1 мая поэтому сразу не обратил внимание на то насколько у нас был процент хода роста урожая там по моему 4 процента было питательных веществ ну 37 процентов хода роста урожая потом я обязательно пересмотрю этот отрезочек и уже когда будет второй раз все у нас происходить на момент 1 мая я уже сделаю определенное сравнение ну а теперь мне в общем то интересно что же будет когда у нас уровень питательных веществ уйдет в ноль еще один праздничный день 9 мая у нас 1 процент плодородности то есть уровня питательных веществ плодородность пока такая же как и была на 9 10 мая хода роста урожая у нас 40 процентов ну по идее вот вот у нас уровень питательных веществ уйдет в ноль минуса конечно он не пойдет надо посмотреть как это повлияет на плодородность так все 12 мая ноль уровень питательных веществ 42 процента хода роста урожая плодородность пока не понижается так у нас практически конец июля мы приближаемся так сказать полному созреванию нашего урожая ход роста 98 процентов плодородность у нас так и не упала хотя уровень питательных веществ уже давно вышел ноль и даже когда он вышел ноль у нас маленькая полосочка красненькая какое-то время еще держалась там даже она исчезла 99 процентов надо постараться запомнить когда у нас будет сто процентов и начнется уборка так сто процентов 27 июля июля у нас это произошло но как всегда у нас наша техника дуплит еще два-три дня так смотрим хочется посмотреть на то как они дуплят сто процентов к ходу роста но наш наш еще не двигается вот все он поехал 28 ну все равно так немножко продуплил и у нас следующая наша остановка так сказать будет уже когда весь урожай будет собран нам нужно будет посмотреть сколько же конце концов урожая у нас получилось а вот сейчас да сейчас надо еще немножко задержаться плодородность процессе роста урожая она не менялась плодородность поля если бы мы завозили удобрения плодородность бы у нас повысилась да ну пока пока по ходу убора уборки урожая у нас ничего не происходит от дружище мы ах 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 я совсем забыл я совсем забыл назначить нашу автобазу снабжения да ну видите пока не меняется поэтому встретимся когда весь уже урожай будет убран мы тогда посмотрим изменилась ли плодородность поля и сколько именно мы урожая собра ли тоннах значит так со нас ход уборки урожая приближается к концу пока у нас плодородность поля не изменилась худшую сторону хотя у нас прошел один цикл выращивание уборки урожая так удобрение мы естественно не уносили данный момент очень не имеет особого значения сколько в данный момент уже собрали нам надо чтобы вывезли все зерно с поля закончили его уборку ну и мы посмотрим наверно надо будет подождать немножечко еще времени возможно должна на самом деле начаться зима чтобы посмотреть начнет ли у нас без питательных веществ падать плодородность да наверное мне все-таки придется понаблюдать и за этой стороной дело дождаться по крайней мере зимы ну собственно говоря вас я не заставлю смотреть весь этот процесс вот а потом я уже начну наблюдать не с момента так сказать за сего да смотрите у нас в общем-то мне даже ждать не придется после того как был убран весь урожай у нас плодородность упала до десяти процентов вот на это что значит у нас есть параметр работы нашего совхоза они должны выезжать на работу только если минимальная плодородность пятьдесят процентов и у нас еще раз мы посмотрим на поле с поля весь урожай был вывезен и нам пишут для назначенного совхоза это поле истощено то есть вот такая беда происходит без удобрений у нас 173,67 тонны урожая ну и поэтому я перейду сейчас к загрузке с самого начала но уже назначу удобрения да ну тут во втором эксперименте у нас заканчивается ход посевных но во втором эксперименте у нас наблюдается одна интересная такая штука там у меня была плодородность 57,82 здесь 57,77 ну уже когда буду монтировать ролик тогда буду сравнивать вот самое же главное мне посмотреть по числам первое это посмотреть по числам когда у нас созреет урожай и начнется уборка первая штука повлияет ли внесенное удобрение непосредственно на скорость роста урожая и вторая штука повлияет ли это на количество убранного урожая вот либо же у нас все эти удобрения они сделаны только с одной целью да ну чтобы мы их тратили поддерживали плодородность на каком-то уровне чтобы наши колхозы могли работать но у нас еще был дополнительный геморрой в голове по идее по ходу должно влиять во-первых если не на скорость роста то на количество урожая убранного то есть более плодородное поле естественно должно если не раньше созреть то по крайней мере принести больше урожая ну и собственно говоря сейчас у нас начинается ход внесения питательных веществ как видите уровень плодородности у нас начинает расти хотя текущий уровень питательных веществ начал начал повышаться да он начал повышаться я смотрел там по 20 марта когда 2 процента худороста урожая было я смотрел на это мы теперь видим что у нас уровень питательных веществ растет и растет плодородность ну я даже не знаю я заходил 1 9 мая смотрел степень хода роста урожая давайте наверное мы еще вернемся к игре именно там 1 по крайней мере мая посмотрим попытаемся сравнить будет ли у нас урожай быстрее расти и следующий наверное заход будет уже когда у нас соберут весь урожай и мы посмотрим на количество собранного урожая ну до 25 марта ждать не будем мы и так видим что у нас плодородность и уровень питательных веществ постепенно растут а вот ход роста урожая ладно давайте до 25 дождемся процентов ход роста урожая 4 процента 23 5 процентов ход роста урожая 25 марта 5 процентов ход роста урожая плодородность 78 с копейками растет уровень питательных веществ 23 так я вот возвращаюсь к игре немножко раньше чем 1 мая почему у нас трактор внес удобрения было 113 с копейками потом он уехал отдыхать я думал уже все они не будут дальше вносить удобрения нет вот он поехал снова вносить удобрения после такого продолжительного перерыва я думал ну как бы 100 с копейками у него предел но возможно на это влияют именно уровень питательных веществ хотя уровень питательных веществ у нас не уходил вниз по ходу роста урожая хотя возможно и ушел немножко ушел и вот когда упал текущий уровень питательных веществ наш трактор поехал дополнительно вносить питательные вещества да я ведь уже смотрел по ходу роста урожая у нас на каждые 2,5-3% роста этого самого урожая падает на 1% уровень питательных веществ и скорее всего трактор привязан именно к этому параметру внесение удобрений привязано непосредственно к этому параметру когда уровень питательных веществ падает до 30 получается или ниже чуть 30 трактор начинает вносить удобрения поэтому понаблюдаем немножко но уж извините интересно тогда на этот процесс посмотреть у нас 32% 33% питательных веществ с праздником у вас еще раз у нас 1 мая ход роста урожая у нас абсолютно тот же самый 34% на 1 мая то есть 9 мая я уже заходить не буду смотреть потому что да уже можно понять в ходе роста урожая от уровня питательных веществ и от плодородности ну никак абсолютно не зависит так у нас потихоньку кончается мой месяц и потихонечку падают к 30% уровень питательных веществ мне просто стало интересно посмотреть поедет ли трактор выносить эти самые питательные вещества в наше поле да я уже один цикл без удобрения прошел к моменту сбора последнего колоска с поля у нас было 50 с копейками плодородность поля упала до 10% мне интересно на самом деле падает плодородность поля каждый раз после того как уберут урожай до 10% но это мы увидим конечно уже аж осенью сейчас просто интересно глянуть 32% когда у нас упадет плодородность ниже 30% или поедет у нас вообще в мае месяце трактор вносить удобрения июнь месяц плодородность поля 30% трактор пока стоит на месте возможно он привязан не только к уровню питательных веществ это работа по внесению удобрений в наши поля возможно она заканчивается именно в июне и плодородный уровень питательных веществ будет постепенно падать а трактор уезжать носить их уже не будет ну видите уровень питательных веществ упал до 26% но трактор удобрения разбрасывать не едет получается с наступлением июня месяца трактор уже не вносит удобрения в поля до этого он вносит пока не повысит до 30 30 с копейками процентов уровень питательных веществ и потом едет отдыхать до тех пор пока ниже 30 процентов этот уровень не упадет если не наступил июнь месяц в июне месяце но сейчас подождем на 25% упало нет трактор не трогается с места если вдруг он все-таки поедет у нас разбрасывать еще удобрения то я вам это обязательно покажу но по моему с наступлением июня месяца трактор удобрения не вносит в поля так на момент по 20 июля без удобрений у нас было 94 процента ну в общем то да можно теперь понять одну простую штуку уровень плодородности и текущий уровень питательных веществ удобрения которые мы вносим в наши поля на скорость роста урожая абсолютно никак не влияют и да еще одно наблюдение которое можно сделать кстати которая уже подтвердилась то что с началом июля получается да с началом июля месяца наш трактор перестает уносить удобрения в поле несмотря на то насколько падает у нас уровень питательных веществ до июля месяца до июля если я вдруг ошибся в описании к видео об этом постараюсь сказать до июля месяца наш трактор при падении ниже 30 там примерно процента уровня питательных веществ выезжает на поле вносит удобрения но если начался июль в июле у нас типа начинается по ходу страда уборочная поэтому удобрения перестают вноситься ну и вернемся уже непосредственно когда урожай будет собран ну вот 28 июля наш 27 28 можно так сказать наш комбайн выдвинулся убирать урожай точно так же как и без удобрения абсолютно в то же число точно так же все началось и да я вернулся раньше запланированного времени просто напросто я хотел уже по конкретному конечному результату посмотреть но сейчас уже видно у нас было без удобрений 173 по моему 87 но это десятые сотые особого значения не имеют давайте так я округлю 173.9 приблизительно было но уже сейчас меньше даже ну может быть половина чуть меньше половина поля убрал наш комбайн и мы видим значительно большее количество собранного урожая то есть знаете так я могу предположить что у нас полтора даже наверное ну да полтора раза точно будет больше и давайте мы посмотрим еще один вывод который после этого эксперимента можно сделать а извините меня на этот опыт я потратил большую часть субботнего дня вот ну знаете я позитивно доволен проведенным так сказать временем за игрой даже не за игрой за этим экспериментом я теперь знаю как насколько положительно влияют удобрения я теперь знаю что до июля месяца только у нас наши трактора выносят эти самые удобрения да и мы видим значительно качественно более высокий прирост урожайности наших полей плюс плюс еще надо тоже обратить обязательно вот на это все у нас по умолчанию стоит плодородность 50 процентов при этом только наши наша техника поедет засевать эти поля но но я думаю что удобрения все равно бы эти поля уносились даже если это упало ниже 50 процентов но на внесение удобрения есть отведенный временной отрезок достаточно небольшой по окончанию сева и до начала июля месяца вот ну поэтому уже давайте раз я потратил уйму времени на этот эксперимент то я уже досмотрю весь процесс уборки урожая что и вам покажу по секрету всему свету про урожай я расскажу да вот теперь меня будет интересовать такой вопрос неудобренное поле с 57 с копейками процентов плодородности у меня упало до 10 после уборки вот этого урожая у нас упадет примерно там на 50 процентов либо же вне зависимости какую плодородность сделали наши трактора у нас тоже самое обнулиться упадет до 10 процентов плодородности очень жаль конечно разработчики не позволили нам использовать более одной единицы техники на поле я когда-то модовские поля переделывал добавлял дополнительные стояночные погрузочные места для автомобилей больше автомобилей приезжало и у меня с разных концов более ездили по два трактора и по два комбайна надо надо будет как-то услышал прикольный анекдот момент как он мне всегда нравится со своими историями анекдотами ну это что там у нас какую передачу у нас петросян ведет судя по всему старые записи потому что их не толстячок еще тут в этих видео желудок себе походу не урезал да ну анекдот попытаюсь сократить анекдот такого что невезучий мужик раз ему в жизни повезло он получил то ли путевку то ли командировку в Индию ну а там у него невезение опять на него нахныло он потерял то ли украли у него лопатник с документами и с деньгами чтоб не сдохнуть с голоду он там ходил побирался где-то на свалках и нашел какую-то вазу старую ну подумал пойду попытаюсь вазу где-то загнать надо ее только почистить ну естественно джин и мужик задал одно единственное желание говорит хочу чтоб мне теперь фартило вот всегда везде каждый час каждый миг ну он там повыигрывал казино там раджа его полюбил то есть все пятое десятое ну он устроил там снял какое-то самое крутое отель в Индии устроил вечеруху для всех проснулся с бодунище смотрит с обручальным кольцом лежит просто изумительно красивая индианка тоже ужраная в усмерть ну и у нее на лбу вот это ж пятнышко а чувак такой ну блин интересно что ж у них это пятнышко вообще такое надо посмотреть может они там что-то прячут он достал монетку стер это пятнышко и читает вы выиграли автомобиль вот так что у нас у нас очень скоро ох ёшкин кот это сто семьдесят три четыреста восемь мать его за ногу сто семьдесят три даже умножить на два это получится триста сорок шесть у нас там еще с хвостиком было то есть триста сорок семь а тут у нас уже больше чем два раза одно поле принесло то есть в принципе практически в три раза больше удобренное поле приносит вот оно сто семьдесят три на три триста да пятьсот пятьсот двадцать девять ну если я не ошибаюсь пятьсот двадцать девять ну если вот оно сейчас даст хотя бы пятьсот то ну практически в три раза больше да у нас не вышло в три раза но тем не менее очень большое количество урожая больше чем два с половиной раза вот смотрите все урожай убран плодородность полей упала у нас было сто пятьдесят с чем то ещё ну вот она на сто упала да там при пятидесятиて осталась плодородность десять процентов то есть это видим минимальная которая застаётся потому что у нас было пятьдесят семь без удобрений стало десять если бы пятьдесят семь то минус сто то у нас бы пошло минус сорок с копейками либо lieber минимальная плодородность десять процентов а здесь у нас на сто процентов она упала но опять же с такой плодородностью наши трактора они ее под подымут но изначально у нас была плодородность 57 по моему вот я не знаю такое впечатление что у нас постепенно плодородность будет наверное снижаться и все-таки выйдет те самые 10 процентов возможно у нас в каком-то цикле такое поле останется как бы под парами его сеять не будут него будут тупо вносить удобрения ну просто тратить еще и вечер на эксперимент я не хочу сейчас мы выяснили что на скорость роста урожая внесенные удобрения никак не влияют то что трактора наши до июля в месяц вносят удобрения вот сейчас у нас сентябрь месяц у нас принципе есть время у нас температура позволяет 21 градус и ну да это на самом деле достаточно в большой степени расстраивает потому что ну вот сейчас на это поле трактор мог бы вносить удобрения вполне успешно вот так вот вот так вот примерно у нас все вышло ну и не знаю на этом можно заканчивать значительно большая разница у нас практически в 300 тонн урожая без малого 300 тонн урожая больше по сравнению с неудобренными полями вот ну и если я какой-то вывод забыл сделать я думаю из этого видео вы сами все поймете но мне предстоит долгий тяжкий путь склеивание этих всех множество фрагментов ролика да и надо будет можно конечно склеить отдельно ту часть где мы без поле без удобрений все делали можно склеить отдельно с удобрениями это будет проще возможно как-то их совмещать рядышком ладно это уже не суть важно главное что дело сделано опыт проведем и опыт дал положительный результат так что если вам было интересно ставьте лайк подписывайтесь заходите пишите совете комментарии ну и до скорых встреч